Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. В этом видео мы разберем краткую стратегию работы с фобическими реакциями, со страхами. Как быть вообще? Здесь не будет конкретных рецептов, но будет общее направление вообще принципиально, что стоит делать. И если вы хотите преодолеть свой страх, то есть очень два важных момента. Первый момент, это прекратить подпитывать и раздувать его. И второй, сама непосредственная работа со страхом. Давайте поговорим про первый момент. Как правило, когда человек чего-то боится и уверен в этом, он начинает выстраивать свою жизнь так, чтобы как можно меньше сталкиваться с тем, чего боится. Например, если вы боитесь собак, то вы строите свой маршрут так, чтобы обойти возможные места, где живут собаки, не ходить в гости к тем, у кого есть собаки и так далее. Вот. Что важно здесь помнить? И вы не можете сразу прекратить, конечно, это делать, потому что вы боитесь. Но важно помнить еще вот что. Если я избегаю, то тем самым подтверждаю себе неспособность справляться со страхом. То есть очень быстро, я боюсь, поэтому избегаю, превращается в то, что я избегаю и это подтверждает то, что я боюсь. То есть хотя бы в тот момент, когда вы планируете избегать или уже само это избегание происходит, помнить, что я сейчас делаю. То есть я свой страх не просто не решаю, я его наоборот подпитываю, он становится больше. То же касается обращений за помощью к другим. Например, люди, которые боятся удаляться от дома на безопасное пространство, мы говорим о агорафобических реакциях, очень часто используют помощников. Ну пойдем со мной, так мне спокойнее. То есть механизм тот же самый. Если я использую кого-то в качестве помощников, это подтверждает то, что я боюсь. Соответственно, точно так же вы начинаете с того, что каждый раз, когда вы вынуждены обращаться за помощью, вы про себя думаете, что я сейчас делаю. Я обращаюсь за помощью, значит я сам ухудшаю свою ситуацию. И третий момент, который подпитывает все страхи. Это разговор о проблемах. Потому что я уже про это говорил, но еще кратко напомню. Когда человек говорит, он не только для себя повторяет то, что есть, он и в глазах других утверждает свой страх. И это работает еще сильнее. То есть прекратить разговаривать о проблеме или как минимум свести эти разговоры как можно к меньшему количеству. И не искать информацию в интернете. То есть вместо того, чтобы раздувать проблему как раньше, вы начинаете ее потихонечку сокращать. И второй важный момент. Непосредственная работа со страхом. Здесь общая стратегия такая. Постепенное приближение. Маленькими шажками. То есть мы начинаем с работы со страхом, с объектами страха воображения. То есть потихонечку представляем. Здесь важно выдерживать допустимый уровень тревоги. Какое-то время в тревоге быть, чтобы вы привыкали, что да, я воображаю. Как будто я иду к тому, чему боюсь, не знаю, собаки, пауки. Выхожу на открытое пространство. Выхожу на трибуну и на меня смотрят другие люди. Если мы говорим про социальные страхи. Общая стратегия такая, что вначале мы работаем в воображении. Постепенно увеличивает этот градус напряжения. И тренируемся переносить эту тревогу. И затем переносим это в реальность. То есть опять же мы начинаем с маленьких шажков. Например, если вы боялись насекомых. А то вы вначале смотрите картинки. Потом вы идете в какой-нибудь музей, где есть вот эти сухие насекомые в альбоме. Потом вы идете в какой-нибудь зоопарк, где эти страшные членистоногие, какие-нибудь, не знаю, ужасные скорпионы ползают. Но они отделены от вас стеклом. И заканчивая тем, что в конце концов вы реально соприкасаетесь с тем, чего вы боитесь. Учитесь оставаться в тревоге. Оставаться там все дольше и дольше. До тех пор, пока вы не ловите тот момент, что оказывается все. Я теперь могу свободно действовать. Вот так. Два основных момента. Прекратить подпитывать. И непосредственная работа с объектом страха. До встречи в новых видео. Пока.